Взгляд жесткой критики «Северного потока-2» в Германии дали объяснение. Л. Жесткой критики «Северного потока-2» в Германии дали объяснение. 3 марта 2019 года, 14.28 фото, Стефан Сея Ди Пиэй слэш Глобал Лук Пресс. Текст, Ольга Самофолова. Либеральные немецкие СМИ говорят, что Россия это враг, с ней мы воюем на Украине и в Сирии, что никогда не надо идти навстречу России. Некоторые открыто пишут, что России нельзя давать зарабатывать на европейском рынке, чтобы потом она там ставила ракеты и создавала свой военно-промышленный комплекс, рассказал газете «Взгляд» немецкий политолог Александр Рар, комментируя очередную негативную статью про «Северный поток-2» в местной прессе. Меня удивляет, что во всех главных либеральных газетах Германии пишут про «Северный поток-2» одно и то же. Это очень негативные статьи, одна похожа на другую, как будто это заказные статьи. Но это позиция редакций, которые занимаются политикой, тогда как в народе взгляды на это совсем другие там за примирение и сотрудничество с Россией. Они понимают, что им нужен российский газ, говорит известный немецкий политолог Александр Рар, комментируя очередную статью в немецкой газете «Handelsblatt». В ней ряд экспертов говорят о якобы новой угрозе от «Северного потока-2». Прекращение транзита газа через Украину после ввода в строй новых трубы может навредить отношениям России и европейских стран, пишет издание. Газета опросила ряд немецких политиков после недавнего интервью министра энергетики России Александра Навака, в котором он в очередной раз заявил о намерении Москвы сохранить транзит голубого топлива через Украину, однако признал, что Киеву необходимо модернизировать свою ГТС. Немецкое издание усмотрело в этом сомнение возможности продолжать транзит через Украину. «Если высказывание Навака действительно считать последним словом, то Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении «Северного потока-2» можно сказать, что слову России верить нельзя», цитирует «Handelsblatt» заместителя председателя немецкой фракции ХДС, ХСС Йоханна Вадефула. Депутат Европарламента от партии «Зеленых» Ребекка Хармс в интервью изданию также заявила, что этот проект угрожает интересам Европы. Правда, убедить население Германии либеральной прессе никак не удается. Большинство жителей Германии, согласно опросам, поддерживают строительство «Северного потока-2». Мне кажется, что нарратив, который распространяют немецкие либеральные СМИ, неправильный, но он все равно имеет место. Они считают, что Германия должна учитывать мнение поляков и прибалтов, потому что они Германии ближе, чем Россия. По их мнению, если мы перессоримся с восточными европейцами по этому вопросу, тогда Германия может потерять свое лидерство в Европе, на нее будут косо смотреть. В то же время важны отношения с Америкой, нельзя в конец с ней разругаться, нужно искать точки соприкосновения. Отказ от «Северного потока-2», как пишут в этих газетах, мог бы объединить Германию и с Восточной Европой, и с США, объясняет позиции либеральных СМИ РАР. Что касается России, то ее они считают врагом. Либеральные СМИ говорят, что Россия — это враг, с ней мы воюем на Украине и в Сирии, что никогда нам надо идти навстречу России. Некоторые открыто пишут, что Россию нельзя давать заработать на европейском рынке, чтобы потом она там ставила ракеты и создавала свой военно-промышленный комплекс. Такой аргумент тоже слышится, говорит немецкий политолог. Такая позиция в элитах и главных редакциях Германии присутствует, с этим ничего не поделаешь. Но есть в Германии и другие конструктивные силы, которые будут стоять на своем, поэтому, я думаю, что будет все нормально. Отмечает Александр Рар. Собственно, по его словам, спрос в Европе на газ должен увеличиться, потому что добыча собственного газа в Европе сходит на нет и есть планы по переходу с угля и нефти на газ. Поэтому так или иначе Европе придется наращивать импорт голубого топлива, а чтобы он пришел в Европу требуются новые инфраструктурные проекты. И вот сталкиваются два конкурирующих проекта. Американский жиженный газ, который американцы хотят поставлять на европейский рынок и вытолкнуть оттуда российский, и трубопроводный газ из РФ. Есть люди и силы, которые уже 50 лет сотрудничают с Россией, и они выступают за более конкретный проект «Северный поток-2», говорит Рар. Газета «Взгляд» писала, «Как Европа навязывает Газпрому заботу об украинской трубе за счет России». Текст Ольга Самофолова